В Харькове учится достаточно много студентов, около 2000 из вашей страны, и хорошо, что сегодня открывается представительство для того, чтобы быстрее и оперативнее реагировать на те вопросы, которые поступают со стороны ваших студентов. Безусловно, если таковые вопросы будут, которые касаются участия областной государственной администрации, могу сказать, что здесь вы можете полностью на нас рассчитывать. Сегодня выездное заседание Комитета по образованию и науке Верховного Совета Украины уже стало хорошей традицией. Это второе выездное заседание в Харькове. Первое было бюджетной комиссией, а теперь комиссия по образованию и науке. Это дает возможность нам более детально охарактеризовать наши проблемы, показать, где есть сложности. Первое заседание Комитета бюджетного способствовало принятию закона о перераспределении ренты за надра. Мы надеемся, что и сегодняшнее выездное заседание Комитета приведет к каким-то законодательным инициативам и принятиям законодательства для того, чтобы упростить и сферу науки, для того, чтобы, возможно, привлечь и упростить возможность иностранных студентов обучаться здесь, на территории Харькова. Харькова, в том числе, безусловно, нас интересует больше Харьков, ну и, конечно же, Украина. Город Харьков считается городом студентов в союзное время, так слыхали. Очень часто стремились ограниченное количество студентов с каждого вуза попасть в центральные вузы, когда мы сами еще студенты были. А их было где-то, скажем так, посчитать пальцем. Достойных, может быть, было больше, но попались считанные ребята, которые могли попасть в Казан, Москва, Ленинград, Харьков, Киев и так далее. Очень много наших ныне работающих и очень плодотворно работающих художников из Харьковской школы. Они сейчас на разных должностях, и они очень часто проводят выставки и так далее. У нас с вашим послом в Ашабаде создалась такая обоюдная идея – организовать выставки наших художников, которые получили образование именно в Харькове. Как это дальше будет развиваться, мы посмотрим. Но чувствуется, что поддержка – это полностью. Спасибо. Сейчас, в Ашабаде, мы строим огромный завод из природного газа, промышленный объект. Через год, наверное, уже объекты сдадут. Там нужны корейские, японские технологии строятся совместно с турками. Из природного газа будем получить синтетический бензин. Это огромная махина. Везде компьютеризация. Иностранные инструкции и так далее. Ныне простых объектов нет. Безусловно, качество образования должно соответствовать времени. Мы понимаем, что достаточно много предприятий переходит на новое оборудование. И мы уже говорили, чем старше оборудование, тем старше средний возраст коллектива на самом заводе. Чем моложе оборудование, тем, конечно, моложе и сам коллектив. Потому что дети, студенты новые имеют возможность обучаться уже на новых агрегатах, подходить с новыми технологиями. И, безусловно, каждое предприятие, у которого есть инновационная технология, оно обновляет свой кадровый потенциал. Важно не наличие диплома, а, безусловно, квалификационное качество студента. И здесь я полностью поддерживаю вас. Нам также, безусловно, хочется показывать высокий класс университетской науки. И вместе с тем, на сегодняшний день в Министерстве образования и науки предусмотрена реформа высшей школы. И я думаю, что как раз эта реформа может дать такой в итоге качественный подход к отбору вузов, которые не количеством завлекают и не берут, скажем так, льготными условиями, да, а предоставляют действительно высокий уровень и вносят такую конкуренцию внутреннюю в вузовскую жизнь. Когда большее количество студентов хочет учиться в университете, оно понимает его имидж. Значит, у этого университета есть своя высокая база. Значит, он себя зарекомендовал на рынке студенчества. Значит, он конкурентоспособен. И, безусловно, студенты должны идти в те вузы, которые они хотят, где они видят перспективу за собой. Не просто наличие диплома заверенного, а действительно такую конкурентную базу, которая может им в дальнейшем помочь реализоваться как специалисту. Что касается нашей дальнейшей работы, вы также можете на нас полностью опираться. Там, где мы сможем вам помочь, мы всегда будем рады. Уважаемая Александровна, от имени сотрудников посольства Туркменистана в Украине выражаем вам искренние слова благодарности за открытие в Харкове, в городе студентов, представительства посольства консульского пункта Туркменистана. Надеемся на дальнейшее предотвратное сотрудничество. Желаем больших успехов и дальнейшего представления. Спасибо вам огромное. Чтобы закрепить нашу хорошую встречу, приятно. Я хочу подарить вам такой подарок. Это герб Харьковской области, как символ науки и образования книга. Агро-промышленные комплексы, которые имеют сумасшедший потенциал для Харьковича. Переведенный на украинский язык, труд нашего уважаемого президента. Я надеюсь, что история для вас очень интересная. Тут, в принципе, он заядный наездник сам, наш уважаемый президент. Такие красивые кадры. Перевод на украинский язык сделан. Спасибо. Тоже память от нас. Спасибо большое.